Добрый день уважаемые трейдеры с вами академия трейдинга и инвестиций сегодня у нас 28 января понедельник начало новой торговой недели поздравляю вас с этим знаменательным событием сегодня в австралии у нас выходной день австралии поздравляю всех австралийцев с этим праздником желаю добра и профита перейдем к обзору валютного и сырьевого рынка на сегодня напоминаю что сегодня в 19.00 пройдет очередной мой мастер-класс вебинар по трейдингу секреты профессионал трейдинга где мы обсудим кроме обычных наших тем в том числе и установки трейдера то есть то что мешает торговать и психологически и как от этого избавиться и так перейдем к рынку начнем мы с инструментов которые нас интересовали на прошлой неделе это первую очередь золото золото в пятницу просто отожгло по полной программе пробив наш круглый уровень 1.13 то что мы планировали но к сожалению в этом тренде мне поучаствовать не довелось я ждал хорошего ложного пробоя под 12 76 то есть мне нужно было увидеть такую картину и к сожалению здесь не увидел хотя затарка была хорошая здесь как раз выступал драги после ецб и ослабил американский доллар но то что видим мы сейчас конечно картина нет 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 торговая на мой взгляд поэтому золото я пока не рассматриваю в качестве торгового инструмента площадка по уровню 12 76 никуда не делась и это хорошая цель но повода сейчас заходить в сел нету как минимум нужно дождаться закрытия хотя бы двух американских сессий на понижение и тогда можно считать этот прорыв ложным пробоем работать на понижение ног примерно это может выглядеть вот так вот и собственно если будет хорошая шартовая инициатива тогда можно уже ловить третью волну вот в этот в эту площадку 12 76 она очень крутая на самом деле ее держали здесь просто невероятным невероятными усилиями мужики золотые маркетмейкеры но она осталась если к ней будут заходить шартовый импульс от них можно держать тейки в эту площадку но пока говорите каких-то шартовых сценариях не приходится то есть цель есть но сигналов short пока не поставим этот инструмент потому что если это истинный пробой золото останется на хаях то следующая цель ему как вы знаете ему уже это рассматривали на дневном таймфрейме золото может улететь следующие хорошие цели это 1364 вот я планировал через ложный пробой зацепиться в этот уровень то есть но к примеру скажем так отлоев вот сюда но пока не далее возможно здесь будет как это флэтовая зона и через этот перелой который возможно появится в какое-то время можно уже будет ловить сюда если пойдет отсюда значит не мой тренд участвовать я в нем не буду вот таким образом поэтому золото пока не трогаем площадку мониторим которая осталась на котировочке 1276 ждем каких-то интересных американских действий которые могут произойти на этой неделе кстати она довольно насыщена новостями давайте кстати посмотрим новости новость у нас интересует какие но в первую очередь это новости будет у нас во вторник давайте посмотрим понедельник так слабым слабый денек во вторник у нас выступает драги и карни днем давайте на перейдем на классический вид календаря на неделю возьмем интересная новость и на самом деле по очень многим инструментам и так вторник понедельник день так 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 понедельник день особо у нас без новостей но так это у нас на неделю понедельник понедельник до сегодня 17 17 30 выступления драги и карни любопытно посмотреть на самом деле будет или нет это выступление кстати участники трейдинг чата которые присутствуют у нас онлайн всегда скидывают прямые трансляции с этих выступлений и очень интересно посмотреть действительно когда начинаются эти новости и когда не заканчиваются и когда в принципе и в выступает ли там драги или карни в этот момент или нет потому что то что написано одно то что по факту совсем другое вторник вторник интересный день будет по фунту потому что вечером но вечером как бы когда у вас здесь написано предварительная новость это значит что в течение дня можно ожидать по фунту там голосования в парламенте как как обычно они голосуют вечером но надо мониторить вторник во сколько конкретно будет это голосование что очень важно фунт может очень здорово походить в этот день вот вот скажем так в зависимости от результатов голосования в парламенте британии так следующее следующий денек который будет интересен у нас будет эта среда в среду ночью будут будет у нас инфляция по австралийцу а у нас будет сегодня идея по австралийцу я покажу на графике и самое интересное что в среду у нас с вами будут фонки я не так по нефть кроме запасов нефть 22 00 заявления и решение процентной ставки также 20 20 но самое интересное что в 2230 будешь будет пресс-конференция пресс-конференция через полчаса после заявления как обычно классика но это будет среда и нам важно не пропустить этот день так ну и в пятницу я напоминаю что это у нас уже будет февраль первая пятница месяца как обычно это в пятницу масном фармы по евро и пц пропускаем не особо новость пятницу нонфармы во сколько они в 16 30 вот безработица изменяя числа занятых вне сельскохозяйственном секторе и так проговорим мой понедельник дорогие карни вторник голосование в парламенте британии в среду инфляция по австралии и фонки вечером по баксу и пятницу нонфармы отличная новостная неделя давайте посмотрим какие потенциалы можно выжать в эту в эту неделю но мы уже про золото поговорили интересный будет день для нас в среду как раз торгуется фонки по золоту если это будут если эти фонки приведут к усилению американского доллара то золото обратно уйдет границы того аукциона и тогда можно его ловить в нижнюю площадку это что касается золото что касается евро доллара инструмент в пятницу вырос на слабости бакса какие-то какие-то идеи сейчас по нему целевые я бы не стал использовать в своем анализе давайте по часу пройдемся то есть обычная объемная откупка единственное что меня интересует по евро доллару несмотря на то что он немного вырос это все-таки площадки которые остались по лаям на уровне там 113 вот я думаю что если череда новостей по баксу который сегодня будет она будет череда новостей на этой неделе будет сильная то мы можем прийти в эту зону то есть от новостей можно плясать в эту цель а это чуть больше 1000 пунктов по пятому знаку то есть вот эта цель меня интересует целью в ланге пока нет оставим так как есть так что касается таких инструментов немного нестандартных которые мне не будет интересовать на эту неделю это два инструмента это доллар канадец доллар канадец демонстрирует начало третьей волны от мощного шертового импульса который произошел на прошлой неделе в начале этого года и сейчас формируется от него третья волна то есть первая вторая и третья ну скажем давайте таким образом я нарисую возможно этот прогноз также даст и плавяктов максим но мне интересуют небольшие цели это площадочки в районе котировки 131 500 что мы видим на дневном таймфрейме в пятницу произошло очень крупное дневное поглощение которое не пробило импульсную волну а я считаю что с большой вероятностью мы дойдем как минимум до пробоя основании волны а вот здесь вот это будет котировка на отметке 31 фактически 800 и рядом ключевой декабрьский минимум 31 500 то есть вот эти цели меня интересует в первую очередь вот я считаю что рынок дожмет их с большой вероятностью буквально сегодня завтра что может помочь доллар канадцу опуститься конечно же сильная нефть но нефть сейчас у нас потихонечку слабеет соответственно если вы собираетесь поиграть на понижение по доллар канадцу вам нужны закупочные импульсы по нефти которые могут произойти сегодня либо завтра вот и отнести нефть под котировку там пятьдесят четыре с половиной этом американки вот это будет принципе логично потому что набили очень интересную зону я считаю что ее пробьют с большой вероятностью соответственно пробой нефти наверх и пробой канадца вниз будет коррелировать между собой как минимум по через нефть и второй инструмент который мне интересен это австралийский доллар я говорил уже давно что надо присмотреться к покупкам те кто меня слушал на откате потихонечку набрали ланге вот я продолжаю утверждать что очень крупные объемы которые прошли в начале этого года здесь по лаям скорее всего являются кульминационными для падения которая длилась фактически весь прошлый год ну вот и сейчас мы скорее всего стоим в зарождении третьей волны которая может отнести австралийца высоко под ну в идеале конечно под 161 фибу от вот этого импульса это будет котировка 075 вот но даже пробой сотки по фибе от текущих цен может дать вам порядка там 70 пунктов по четвертому знаку и 700 по пятому я бы рекомендовал взять цель промежуточную это вот эту вот это экстремум декабря месяца в принципе то же самое что и по австралии по канадцу к в обратную сторону котировка 078 вот я думаю что пробой ее был бы уже более интересен даже от текущих цен это 2300 пунктов заходить конечно сейчас плохо ям не очень рентабельно вот соответственно если на этой неделе будет забросы вниз вот я рекомендую их использовать для набора позиции в ланге чтобы отработать вот именно это движение на продолжение роста австралийского доллара как сырьевой валюты в рамках зарождения нового бычьего тренда который ломает фактически смотрите там с февраля месяц то есть весь прошлый год австралиец падал и такое ощущение что он свое вот падал уже прям начале этого года вот соответственно логично на таких гипер лоях поработать на повышение инструмента сырьевого на фоне ослабления американского доллара что касается британца до голосования в парламенте британии которые произойдет у нас во вторник вечером скорее всего я не рекомендовал инструмент использовать вот мои предположения по поводу вот этих мощных откупок оправдались а те трейдеры которые использовали эти идеи на повышение уже заработали денег вот единственное что сейчас было бы интересно это обновление вот этих мощных хаев которые проходят у нас по котировки примерно 133 соответственно если британец откатит вот можно его ловить на именно пробой вот давайте скажем точную котировку 30 ну фактически до 33 возьмем круглый уровень 33 соответственно с откатиком можно убрать вот эту трешечку я считаю что она будет вполне рентабельной и обновит сентябрьские экстремумы по фунту в принципе так это у нас тестер кстати те кто пользуется тестером либо тренажером для трейдера присылают только положительные отзывы довольно много видео я уже записал по этой теме рекомендую подключиться к тестированию этого тренажера и вы в любом случае повысь повысите качество своего трейдинга и проверите свои торговые стратегии без созерцания правой части графика на истории так ну собственно все такие торговые идейки да что касается рубля доллар рубль перехонечку падает я предлагаю любые забросы рубля наверх доллар рубля наверх использовать для набора позиций в шорты на пробой котировки 6480 где можно поставить take profit и забрать всю прибыль себе в принципе на этом все напоминаю что сегодня в 19.00 пройдет очередной вебинар секреты профессионального трейдинга с андреем гаценко где вы можете задать вопросы и либо обсудить какие-то непонятные для вас темы онлайн вместе со мной тема сегодня будет у нас установки трейдера то есть это психологические нюансы которые можете использовать чтобы победить страх жадность либо какие-то моменты которые мешают вам торговать то есть у ним поговорим про а у психологии ну и также обсудим некоторые тренды которые были на прошлой неделе которые мы взяли с трейдерами в трейдинг чате кстати если вы еще не подключились рекомендую это сделать на сайте академии трейдинга в разделе обучение поддержка трейдинг чат включаетесь в живой чат трейдеров торгуйте вместе с нами и до встречи сегодня на вебинаре в 19.00 ссылка на вебинар будет под этим видео всем спасибо до вечера и пока